Вы слышали о новом законе ООО поэлектронных проездов? Слышу. Герик? Нет. Я не знаю, у меня бронь. На выезд. Ну да, слышал. Нет. Что-то в Герикам, да. Как вы к нему относитесь? Я не вникал. Я так понял, что это пока как неподтвержденная информация, как бы типа сброса какого-то. Так что я так сильно на меня впечатление не произвело. Я послушал. Ну, я вас впервые услышал, надо вдумать, поэтому комментариев пока не кидать не могу. А как вы думаете, зачем вообще такие нужные инициативы, зачем их вносят, зачем их удается принять? Ну, слушайте, я так не знаю, зачем. То есть не особо интересуюсь этим, поэтому не могу. Как вы к нему относитесь? Еще непонятно. Мне кажется, вообще никто не понимает, как это будет работать, как это будет осуществляться. Я-то не пойму, зачем это. Ногативно. Обычно и негативно. Ну, потому что это нарушение основных прав человека, как минимум о том, что виноват ты в любом случае, вне зависимости от того, получил ты, не получил. Знаешь ли ты о факте этой повестки или нет. Как вы думаете, зачем о том был принят? Зачем такие поправки нужны? Чтобы доносить до людей, как вы это правильно. Ну, чтобы легче было повестки доставить? Да, типа вот. Облегчить работу военкомата. Работу военкомата, да. Как вы к этому относитесь? Не знаю, нейтрально, честно. Как вы относитесь к такой инициативе? Отрицательно. И почему отрицательно? Ну, отход человека, это делается. Поэтому я считаю, что, может, человек имеет права выбора. И здесь уже человек лишён этого выбора. Пока это не утверждено, как я понял, что делать в процессе, да? Ну, который может, его может и не быть случиться. Да, его может не быть, но в большинстве случаев всё-таки принимают уже на том этапе законно формирование. То есть, он думает, уже рассмотрен. Остаётся только подпись президента. То есть, фактически, ещё. Ну, я согласен, конечно, с этим. Это больше 100 людей. Согласен. Я согласен. Не согласен? Лишний, лишний контроль, лишний. Ну, сами понимаете. А почему? Над человеком. Как почему? Мне не нравится, что я как рюкка в аквариуме. То есть, меня легко поймать, найти и так далее. А как вы думаете, для чего вообще эти поправки сделаны, придуманы? Придуманы. Чтобы больше, чтобы контролировать людей, контролировать голову нашу контролировать, а не ушёл. Наверное, поэтому же просто надо. Ну, я думаю, что для того, чтобы мобилизацию проводить. Чтобы ускорить или улучшить качество. Собликаю. Можно спрашивать у тех, кто это придумал, у тех, кто разрабатывает. И как это всё у нас будет осуществляться. Не меня, извините. Я пенсионерка, и не военная обязанная. И как вы относитесь к этой инфекции? Даже ещё не успела подумать, потому что очень странно принять закон, по-моему, сразу в трёх чтениях, в один день. Такого вообще у нас не бывает. Ни один важнейший закон так не принимался. Поэтому я не знаю, как к нему относиться. Надеюсь, те, кто принимает его, где хоть что-то понимают. Сложно сказать. Сложно суетить мотивацию людей, которые принимают эти поправки, которые их носят. Одно могу сказать. Упростить работу военных комиссарятов, может быть. В очередной раз показать, что вот как мы захотим, так сделаем, а никто ничего не сделает. Возможно, так. Не знаю. Если закончится у нас спецоперация, если не закончится, то нужны поправки будут. Какие это? Ну, по всей вероятности активистов слишком мало. Вот они. Общую мобилизацию объявить очень сложно, да, наверное, в наше время, сейчас. Поэтому любви на военном месте следствия хороши, это одно из них. А активистов вы имеете в виду добровольцев? Да. Да, конечно, да, добровольцев. И, в принципе, да. Как вы думаете, это связано с большим количеством тех, кто пытается избежать службу по призыву? Не знаю. Возможно. Я как бы не избегаю, поэтому нас не интересуюсь. А вы уже подслужили за игрок? Нет, у меня отсрочка. Как вы думаете, это может быть связано с тем, что молодежь уклоняется массово от призыва по срочной службе? Здесь можно предполагать все что угодно. Любой вариант будет рассматриваться. Ну, да, вариант. У меня местопытно. Вполне возможно. Возможно? И исключает это возможности. Ну, могут бояться, да, молодые? Могут, да, конечно. Как думаете, вот сейчас те, кто призывает на срочную службу, они пойдут в зону вот именно боевых действий службы? Я без понятия. Я не знаю, что это в голове. Ну, вы бы к такой инициативе как отнеслись? Если бы это стали отправлять, отрицательно, наверное. Ну, вы отрицательно к такой инициативе. Ну, да, зачем? Кому это надо? Кто-то будет служить, возможно. Кто-то нет. Ну, как и везде в России. Кому-то кто-то идет в армию, не бегает, да, вот это уже слово. А кто-то, как у нас 700 тысяч говорят, у нас свинтила сгрозились примерно за эти месяцы. И причем свинтила, как я понимаю, большинство людей, которые, в принципе, могли не бежать. Они сидят там где-то все там в офисах. То есть, если бы их забрали на фронт, они бы не попали на передовую. Они все равно сбежали. Я знаю, разные люди. Как вы относитесь к этому? Чего? Ну, то, что сбегают. Отрицательно. Я, в принципе, попадаю еще. 50 только будет в этом году. С трудом попадаю, но если придет, я бегать не буду. Сам я не рвусь туда, но... А как вы думаете, вот сейчас идет призыв на срочную службу? Будут ли отправлять этих молодых людей на новое территорию? Лапорожская, ЛДНР? Сложно сказать. Как минимум, эти молодые люди должны пройти подготовку. А это, ну, раньше, чем в сентябре, они ее не закончили. И отправлять их туда уже не будет никакого смысла. Потому что какие-то, наверное, тактические действия осенью или весной... Ну, с погодными условиями это сложно. Поэтому не раньше осени, я думаю, они там окажутся. А окажутся ли они там? Ну, если подпишут контракт или каким-то образом эти контракты, кажется, подписывают, то, вероятно, всего, да. Информально, да? Как минимум, если все признано территорией России. И как вы к этому относитесь? К чему именно? Что признано территорией России? Что будут там служить наши ребята. Ну, отрицательно. Наши ребята могут и у нас служить прекрасно. В принципе. А как? Сами переживаете на это все одно из законов? Честно говоря, нет. Не переживаю. Ну, в данном случае все просто. Не явился военкомат. Что, пускай, какие-то ограничения положить. Может быть. Я не знаю, что было ограничение права управления транспортными средствами. Хорошо, ладно. Но не явка военкомата административной статьи, а срок административного пространства два месяца. До новых встреч! Продолжение следует...